Ну, еще раз я скажу то, что говорил перед началом фильма, что фильм Сокурова, конечно, не ребус и не загадка. И в этом смысле для меня, который взял на себя такую функцию разгадывающего ребусов, он не дает большого простора, где размахнуться. Но, тем не менее, в общем, есть в этом фильме некое высказывание, которое, может быть, и не слишком сложно выявить, но оно как бы лежит почти на поверхности, но все-таки для того, чтобы его вскрыть, необходимы какие-то усилия. Я попробую это сделать очень быстро, опять же, потому что фильм довольно длинный, а время довольно позднее. Ну, вы видели в конце, что, те из вас, кто не знает, это последний фильм из тетралогии. В этой тетралогии есть фильм «Молох», посвященный Гитлеру, есть фильм, посвященный Ленину, есть фильм, посвященный японскому императору. И вот последний в этой тетралогии — это фильм «Фауст». Может быть, есть даже какой-то замысел во всей этой тетралогии, некий единый, но если говорить отдельно о фильме «Фауст», который к «Фаусту» Гёте имеет, безусловно, отношение, мы видим некие элементы сюжета, но трудно назвать его экранизацией, Гёте имеет определенное совершенно высказывание. Я отмечу просто несколько штрихов в этом фильме, на основе которых, собственно говоря, можно будет это высказывание восстановить. Мы видим в начале фильма, то есть «Фауст» здесь представлен как такой физиолог, он вскрывает труп и ищет душу человека. Кончается фильм тем, что Маврикий, он здесь, Маврикий, а не Мефистофель, говорит о том, ну а как же душа, как же душа, то есть в этом смысле есть такая кольцевая фигура, начинается душе, заканчивается душой. И будучи вот этим ученым-физиологом, который написал физиологический труд, который он подписывает Маврикий, он находится в состоянии голода. Помните, начало фильма — это голод. Немножко странный, да? В чем дело, почему голод? У Гёте вроде бы этого нет, почему-то все голодные, все хотят кушать. И теснота. Голод и теснота, они как бы как два, как две такие характеристики, характеристики того пространства, того мира, в котором существует фауст. Я думаю, что и голод, и теснота в данном случае являются голодом метафизическим скорее, и теснотой метафизической. Там мир тесен даже звучит в определенной фразе. И вот эта теснота этого мира и голод, который испытывает фауст, это, безусловно, голод не покушать, а вообще голод. Который характеризует, возможно, человека такого типа, которым является фауст. Второй важный штрих, опять же, в первой половине фильма, это наличие у фауста отца, которого у Гёте нет. Этот отец лекарь, такой лекарь-колекарь, то есть он то ли убивает, то ли лечит, не очень понятно, скорее убивает. И у него есть кредо определенное, жизненное, которое он повторяет, и за ним фауст повторяет, будь скромнее, будь скромнее, работай, как бы, не обращай внимания на что. Он говорит, ну какие результаты-то? Ну да, может быть, и нет никаких результатов, что нам остается? Вот, ну лечим, ну может быть, не лечим, а калечим, но другого ничего нам не остается, вот мы делаем. Этот отец заверстучует, как бы, чертовщину, да, и вы помните, он прогоняет пинками Маврикия, от которого совершенно отказывается, потому что его кредо, кредо его жизненное, это вот эта скромность и ограничение, можно сказать, труд, труд, который неизвестно, ведет он к чему-то или не ведет он ни к чему, в каком-то смысле отца Фауста, это не интересует. Интересно то, что его называют хорошим человеком, ну а Маврики называют Фауста в конце, вы помните, тоже хорошим человеком. Еще один персонаж, который, в общем, в пьесе Гетте присутствует, но здесь немножко иначе показан, это ученик или помощник Фауста, Вагнер. Его, как бы, характеризуется тем, ну он очень любит учителя и так далее, но, наверное, главный момент, где проявляется его кредо, это разговор о толковании Евангелия от Иоанна. Вы помните, это есть на самом деле у Гетты тоже, да, Фауст берет эту книжку, вначале было слово, там в оригинале логос, и он думает о том, как же перевести, вначале было слово, или вначале было дело, или вначале была мысль, можно и так, и эдак понять, а Вагнер говорит, вначале было я, помните, да, и Фауст ему говорит, ну если это вообще ты, то беда, но он настаивает, этот Вагнер, он настаивает на вот этом прочтении, вначале было я, и в дальнейшем, когда он создает этого гумункулса, да, и как бы подкатывает к Маргарите, он говорит о себе, как о неком суперчеловеке таком, да, сверхчеловеке, то есть о человеке, который овладел науками и так далее, вот эта яковость его, это его я, оно характеризует собой другой тип человека, вы видите, один отец, это скромник, отказавшийся от своего я, и вообще от каких бы то ни было притязаний в этом мире, и труд, и больше ничего, что мы делаем, может быть хорошо, может быть плохо, делай спокойно, и не обращай ни на что внимания, другой Вагнер, это некое я с претензией на сотворение человека, то есть с претензией на божество. В этом смысле фауст здесь является человеком и не первого, и не второго типа, а третьего типа, это человек, который испытывает голод, вот этот самый метафизический голод, и который на самом деле доходит до предела, он отказывается и от труда, он отказывается и вот от этого великого и величественного я, от того, чтобы стать суперчеловеком, но что-то он ищет, правда не очень понимает, что он готов отдать камень, помните кольцо, которое он приносит, это что? Это философский камень, с помощью которого можно понять смысл жизни, и Маврикий ему на это говорит, что, ну, в принципе, оно, конечно, может быть и цену, но оно ничего не стоит, потому что ни жизнь ничего не стоит, ни смерть ничего не стоит, фауст его спорта говорит, а что же чего-то стоит, потому что ему нужны как бы деньги, непонятно, что это такое, да, деньги в метафизическом плане, то есть некое нечто, он ищет какого-то богатства, какого не знает сам, и Маврикий ему на это говорит, ну, время или искусство, вот это может что-то стоит, а жизнь или смерть ничего не стоит. И, в общем, все путешествие Фауста с Маврикием, оно постепенно приводит, как бы, ко все большему и большему отказу от всего, что, собственно говоря, чем он может овладеть, да, то есть он идет в итоге, концовка фильма, он идет куда-то дальше, при этом отказавшись от души, там, любви, смерти и так далее, и в том числе и от дьявола, Маврикия, то есть это отказ не только от бога, но и отказ от дьявола, то есть на самом деле это человек, который как бы потерял какие бы то ни было опорные точки, да, то есть нет никаких ориентиров, и вот он устремляется в это самое, в эту снежную пустыню, в надежде непонятно на что, идти дальше, вот что-то, какую-то вселенную, которую он собирается открыть в себе, этот Маврикия ему говорит, ну да, пока ты жив, ты можешь, конечно, пытаться это сделать, но в итоге вот этот тип человека, я думаю, мысль Сокурова состоит в том, что тетралогию завершает именно вот этот образ, образ такого типа человека, который, собственно говоря, является, видимо, человеком нашего времени, которого вообще говоря, ну уже, в общем, более-менее все по барабану, нет ни бога, ни дьявола, там сначала говорится о том, что вы помните, Вагнер говорит, по-моему, что в беседе с ними он говорит, как ты веришь в Бога или не веришь в Бога, вот есть, он говорит, есть зло, но если есть зло, значит, и есть добро, он говорит, нет, зло есть, а вот добра нет, но на самом деле зло в себе воплощает этот самый Маврики, которого в итоге Фауст забрасывает камнями, и тогда остается как бы без вот этих аксиологических ориентиров, нет ни добра, нет ни зла, нет ни смерти, нет ни любви, ничего, в общем, он остается в некой, в таком вакууме, в пустоте, и возможно, что смысл фильма, а может быть и тетралогии в целом, которая в предыдущих как бы сериях рассказывает нам о разного типа, о божествлениях, моллах, например, это язычество собой представляет, там фильм про Гитлера и так далее, но это определенного рода этапы пути современного человека в его построении как бы идеологического мира или что-то в этом роде. А Фауст — это вот устремленность неизвестно куда без всяких ориентиров, когда всякого рода бог, черт, дьявол, добро, зло и так далее оказывается, в общем, ничем. Остается только этот самый голод. Голод остается, как мы помним, потому что Маврикий говорит, кто же тебя накормит здесь, в этой пустыне, кто тебя отсюда выведет. То есть ты пришел сюда, потому что тебя сюда гнал вот этот самый метафизический голод. Человек хочет что-то, но что, чего он хочет, это не очень понятно. Вот, мне кажется, такая мысль содержится в этом, такое высказывание содержится в этом фильме, и я на этом Василию Карецкому придаю слово. Добрый вечер. Я буду чуть менее краток. И, в принципе, соглашаясь со всем, что сказал Ури, я хочу немножко внести все это рассуждение в определенный контекст, связанный с фигурой Сокурова, потому что фигура автора здесь очень важна, поскольку для Сокурова, в принципе, хотя он продолжает снимать и сейчас, этот фильм является в каком-то смысле итоговым. В фильмографии каждого режиссера большого есть итоговый фильм, который подводит черту под некой темой, которую режиссер развивает. И для того, чтобы понять в нюансах и в общем Фауста, нужно немножко вернуться назад, несколько десятков лет назад и посмотреть, собственно, чем занимался Сокуров и что это вообще за человек. Дело в том, что Александр Николаевич Сокуров это последний художник-модернист в наше постмодерное время. Он родился совершенно не в ту эпоху, в которой ему следовало родиться, ему следовало родиться в 20-30-е годы и бороться с наступлением прогресса, всячески уничтожая его с помощью искусства, как это делал Малевич. Александр Николаевич очень трепетно относится к такому медиа, которым является кинематограф, считая его, так же, как считали в 20-е годы Вальтер Бенгемин, самым опасным и мощным по воздействию медиумом из имеющихся. Сокуров в одном из интервью сказал, что русское кино страшнее атомной бомбы. С одной стороны, это шутка, а с другой стороны, это его кредо, которым он руководствуется. Например, в фильме вы видели такие моменты, когда изображение пропущено через линзу, деформирующую его. Это типичный модернистский прием, который уничтожает во-первых, иллюзорную природу кинематографа, так же, как весь авангард 20-х, 30-х, 10-х годов уничтожал иллюзорную природу картины. Здесь экран не является окном в мир, но является просто плоскостью, с которой художник может делать всевозможные манипуляции, выявляя искусственность этого квадрата, на котором что-то происходит. Кроме того, эти манипуляции с изображением, которые здесь еще слабы, а в ранних фильмах Сокурова достаточно часто встречаются, они призваны, как сам Сокуров говорит, как бы заземлить, уничтожить вот эту агрессивную тактильность кинематографа, который действует, как действует кинематограф, мы все знаем, идя на фильм в 3D и в IMAX. Это мощный поток, который абсолютно мобилизует зрителя, шибает его с ног и поглощает его внимание. Сокуров, несмотря на то, что занимается кином, мечтал бы заниматься живописью. Он считает, что живопись это и архитектура, это верховный из искусств, кинематограф, это бастард, такой незаконно рожденный ребенок театра, Сокуров так считает, театра и живописи, у которого нет критериев прекрасного и нет критериев красоты. Это тоже очень важно, потому что для Сокурова существует некий абсолют, некая линейка, с которым он постоянно сопоставляет свои работы и находит их несовершенными. На протяжении, не знаю, 10 или 15 лет Сокурова, первых своих лет работы, Сокурову режиссеру был просто одержим темой смерти. То есть в довольно известном тексте Михаила Ямпольского, посвященном Сокурову, он прямо назван некрериалистом, после чего они не разговаривали лет 5 или 6. То есть Сокуров ужасно виделся на этом, но это действительно так. Все первые фильмы Сокурова, заканчивая, наверное, фильмом «Мать и сын», посвящены исключительно, ну или так или иначе, посвящены процессу умирания, посвящены процессам смерти, похорон. И сам Александр Николаевич в то время говорил, что цель его это подготовить зрителя, подготовить человека к моменту ухода. Ну вот как бы довольно амбициозная и страшная задача. Со временем он от нее отказался и увлекся, соответственно, теорией вот этой власти, которую он разрабатывал в тетралогии, которая завершает Фауст. В общем, здесь мы видим то же самое модернистское неприятие индустриальной современной цивилизации, которому противоуставляется не возврат к традиции, как, например, в сталинском или в нацистском искусстве, но радикальной попытка как бы перещеголять прогресс в его разрушительном действии. Поэтому Сокуров постоянно, собственно, его увлечение смертью и процессом умирания это тоже довольно модернистская практика. Малевич призывал сделать музеи кладбищами искусства, сжечь все произведения искусства, выставлять пепел шедевров вместо картин, потому что пепел и останки, кости, они не подвержены влиянию времени. Как можно противостоять времени? Как можно войти в вечность? Как бы проклятый вопрос для художника современного модерниста. Нужно опередить вечность, нужно умереть, потому что мертвый уже не может умереть. Соответственно, все, что происходит в Фаусте, мы видим, что это не применение. Все, что происходит в Фаусте, постоянно связано с темой смерти. Впервые здесь появляются зомби, кстати, в фильме Сокурова, если вы помните в конце вот эти фигуры. Потому что я очень ждал, когда наконец Сокуров снимет зомби-фильм. И вот наконец этот фильм случился. Если говорить уже, собственно, о фактуре Фауста и связи его с поэмой Гёте, то и Сокуров, и Арабов, написавшие сценарий фильму, всячески подчеркивают, что это не экранизация Гёте, что это совершенно самостоятельное произведение. Тем не менее, естественно, эта трактовка легенды о Фаусте обращается и работает со всеми мотивами, присутствующими в этом сюжете. Потому что я напомню, что кроме народных пьес о Фаусте существует пьеса Марлоу о Фаусте, которая отличается от поэмы Гёте. И у Марлоу Мефистофель, который является Фаусту в виде монаха, что тоже очень интересна, произносит такую фразу, когда Фауст его все время спрашивает о небе, о душе, на что Мефистофель отвечает, что он не вправе отвечать о небе и о душе, потому что это опция, которая есть только у Бога. Он может говорить только об аде. И он говорит, что у ада нет ни места, ни пределов, где мы, там ад. И поскольку в мире Сокурова, вот в этом модерном мире, который вырос из немецкого романтизма, где на месте Бога находится природа, которую мы видим в финале фильма, он как бы поднимается, фактически же, он поднимается на небеса. Но это не небеса, это природа, это вот такие картины, как на полотнах Каспера Фридрифа, которым Сокуров очень увлечен, немецкого романтиста, который рисовал горы, водопады, возвышенные какие-то сцены, что-то одновременно ужасное и вдохновляющее. И поскольку на месте Бога находится природа, а человек часть природы на самом деле, то происходит некоторое переключение смыслов в сокуровской и арабовской трактовке. Дело в том, что раз нет Бога, то нет естественного дьявола, и все персонажи, которые присутствуют в фильме, являются просто манифестациями самого Фауста. Как ее зовут? Гретхен или Маргарита, просто в разных версиях. Маргарита, ростовщик, друг, который делает Гомункулеса. Все персонажи так или иначе являются его эманациями, проявлениями его человеческой натуры. От всех он отказывается, как бы устремляясь вперед по пути прогресса. Но для художника-модерниста прогресс ведет в никуда. Есть известный рисунок Паула Клея, который называется «Ангелус новус», «Ангел будущего». И он смотрит назад, он с ужасом отворачивается от того, что впереди, и смотрит на руины, которые процесс времени оставляет за собой. И здесь происходит то же самое. Когда Фауст поднимается вверх, идет по леднику, никто, в том числе и Сокуров, не знает, куда он идет. Я его спрашивал буквально, скажите, Александр Николаевич, куда идет Фауст? Он говорит, я не знаю, куда он идет. Видимо, он идет туда же, куда идут Гитлер, куда идут Ленин, куда идут Хирохито. Но он объединяет их. Собственно, это все человечество. Это человечество, которое идет по пути прогресса, которое для него путь тупиковый, оставляя за собой руины самого себя, остатки самого себя. И, конечно, после такого фильма непонятно, что можно снимать еще. Мне кажется, это главный фильм Сокурова, который объединяет в себе все его работы. И одновременно ужасно несовременный до комизма какое-то анахронистическое высказание. Еще интересно, что, поскольку сценарий написан Арабовым, Арабов и Сокуров, они немножко разные люди. Арабов — москвич, Сокуров живет в Петербурге, Арабов — теосов, Сокуров — атеист, фактически. И вот эти постоянные шуточки, которые связаны с персонажем Ростовщика, вот эти все постоянные его попытки испражниться в церкви, то, как он прижимается к статуе Девы Марии, это все идет от Арабова, все эти непристойные шутки. А Сокуров же пытается постоянно с этим бороться и производить такую серьезную духовность. Ну, это такой нюанс. Наверное, все, что я хотел сказать в этом фильме.